Ну вот, господа, я и появился в свете ваших телевизионных экранов. Да, время прошло, время прошло, и оно прошло не слабым образом. Скажем честно, теперь я могу сказать Господу, что когда все дело-то закончится, спасибо тебе, Господи, за то, что ты мне продемонстрировал все свои творения. И в том числе такую вещь, как онкологию. Дело в чем заключается? Дело заключается в том, что это наш областной онкологический диспансер номер 2. Но, к сожалению, в этом нашем областном онкологическом диспансере номер 2 нету очень серьезных вещей. К примеру, нету электросинерджи, то есть такой линейный ускоритель, который очень сильно позволяет вот этому человеку сейчас общаться вместе с вами. Здесь нету, к сожалению, нету им кибер-ножа. Вот. К сожалению, я здесь сейчас не вижу людей, которые спокойно гуляют и наслаждаются жизнью. Потому что, а сейчас будет совсем интересно, дело в том, что я посмотрел по страничкам обыкновенных телевизионных каналов и увидел, была такая страничка на канале Евроньюз, где просто всем ясно сказали, что любой человек умрет. Вот только умрет ли он от рака? А если он умрет от рака, сколько человек? И всем было объяснено, что от рака умирает 30%. А теперь, беря во внимание город Магнитогорск, беря во внимание Челябинский областной онкологический центр, я вам скажу, что от рака у нас умирает не 30%, от рака у нас умирает гораздо больше населения. То есть по Магнитогорску, ну, примерно 50%. По Челябинску, кстати, примерно столько же. Я очень-очень сильно благодарен всем тем, кто позволил моей супруге Тимофеевой Светлане Анатольевне собрать некоторое количество денег. Дело в том, что, и не дай бог такое случится, придется мне залезть вот сюда. Не дай бог такое случится. Сейчас я прошел курс радиотерапии. Курс прошел я очень хорошо. Но если придется лезть вовнутрь, то сумма будет необходима примерно 1,5 миллиона рублей. Может быть, 2 миллиона рублей. Я надеюсь, вместе с вами, жители города Магнитогорска, мы соберем эту сумму, потому что, если честно, продать мне сейчас практически нечего. И пока мы собираем эту сумму, я вам гарантирую, что мы вместе будем бороться. И рано или поздно мы все-таки позволим нашему областному онкологическому диспансеру номер 2 стать действительно качественным местом, где мы будем лечить онкологию. Потому что, вы знаете, вот в Челябинске лечат 95% случаев, потому что там лечат. Видите, в чем дело? Достаточно чуть-чуть немножко добавить, достаточно чуть-чуть добавить людей, достаточно всем показать, что онкология – это бич, но это бич, с которым нам приходится бороться. Редактор субтитров А.Семкин